Здравствуйте, уважаемые посетители портала goodgame.ru У микрофона BabyMagic И это самое подготовленное интервью за сегодня Отвечаю С нами сидит Шарп, уважаемый пользователь портала Элиарх Как видите, я готовился И он будет переводить для нас вопросы Ну и первый, конечно же, будет стандартный Я знаю, как брать интервью Пусть представится, скажет, сколько ему лет И сколько из них он является прогеймером в Старкрафт Привет! Черный директор 5 лет ТЕРА НУЗЕР В 16-х годах я мечтал про-про-геймер В韓国, наверное... В 16-х годах Ну, соответственно, он поздоровался, представился Ему по-русски 26-х годах И... Миллион-дженэ кунбу-хаги-черкался? В 11-х годах 11-х годах Прогеймер, да? Ну, для тех, кто не понял, это Шарп Он играет за терминов всю свою профессиональную карьеру И следующий вопрос, который я задам Может показаться немножко нестандартным Но я все-таки его задам Пусть расскажет про то, насколько служба в армии Повлияла на его уровень игры И... Как он считает, что... Ну... Сильно ли он... Долго ли он возвращался к уровню игры После того, как служил в армии И к тому, который вот... Высокий уровень игры Сколько времени пришлось потратить после службы в армии? Юрий Светлышко Я�노동 по полу Светлышко Сколько? Юрий Светлышко Я бы хотел, чтобы Светлышко И в். Сколько я об этом Кто-то Я, ему подстанно Я бы еще раз Глебно Светлышко На амбу Я был искренним, и неудобные пункты. Но сейчас мы еще раз, как-то более высокое пункт. Какой раньше пункт был? Это очень хорошо, но в какой-то момент. Я когда-то играл в Кунде, я ищу снагры пинаду. И я начал смотреть все еще. Я провел гуману. Я начал работать с Пургейма. Я начал работать с чем-то. Поэтому многие тоже знали, и я начался работать с таким образом. Сейчас я буду смотреться. Все нормально, давай, давай. Это самый подготовленный интервью. Все хорошо. Как ни странно, он говорит, что когда ходил в армию, узнал людей, и это ему как-то помогло. И, ну, соответственно, он говорит, что очень много после армии не тренировался его. Хорошо. Ну, в общем, почему я задал этот вопрос, немногие знают. И, скорее всего, те, кто смотрит это интервью, привыкли знать, что когда корейский прогеймер по старгафту уходит в армию, для него заканчивается киберспортивная карьера. Шарп один из тех игроков, кто ушел в армию в очень раннем возрасте, не под конец карьеры, отслужил и вернулся и стал играть на высоком уровне. И вот я ожидал услышать что-нибудь из разряда «я был молодой, решил послужить, а потом всех понагибать». Но он почему-то так не ответил. Вот, дальше. Ну, конечно же. Вначале вы еще немного покритиковали, как он только вернулся, но потом он уже нормально стал. А, ну вот видите, какой интересный момент. Хорошо, дальше поехали. Конечно же вопрос, как добрались, как перелет, как первые впечатления от России. Чай львас сайо, Роща оттайо, пихэнги кончанайо. Ну, сейчас Россия очень хорошая. Москва, Россия очень хорошо, очень хорошо, очень красиво, очень красиво, очень красиво. Я думаю, что Россия очень хорошо, очень хорошо, очень хорошая страна. Ему очень понравилось, люди очень дружелюбные. Еду попробовал, спроси. Роща, мщик, могу панчигейсы? Ну, как он приехал, в отель заселился, его там покормили, ему очень понравилось, но, соответственно, русская это еда или нет, он не уверен. То, что поел, понравилось. И в отеле, наверное, что-то русское давали, скорее всего. Окей, давайте теперь перейдем вплотную к тому, ради чего мы здесь собрались. Это турнир по Старкрафту и, соответственно, спросим его, что он думает, только пусть не стесняется, пусть отвечает, как есть. На самом деле, что он думает об уровне игроков, с которыми он на данный момент играл? Тарына, Сансу, Сансуэя, нынёк, оттайо, наджао, нопайо. Русские? Ну, просто с кем он встречался? Он играл не только с русскими. Просто с кем он играл? Бэкбэгин. Я думал, что он думал, что это уровень выше, он немного изумился этому. И, собственно, он видит, что много лет тренируется. Продолжай. Он думал, что ему нужно еще усерднее тренироваться. Такой прям рефинированный парень. Ну, в общем, все корейцы всегда так отвечают во всех послематчевых интервью, что они очень поражены высоким уровнем соперников. Очень нужно усердно тренироваться. Хотя он проиграл две карты за турнир, обе другому корейцу, только что в финале виндеров. Такой вопрос тоже может быть нестандартный, поскольку я очень долго готовился к этому интервью, примерно минут 7. Я хочу спросить, что он думает о Старкрафте за номером 2? Играл ли он в него, понравился ли он ему, если нет, то что не понравилось? Про второй Старкрафт. Старкрат в том, что у меня есть tests, вашего, 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 вашего. Так что? Спасибо. Ну, я читал прохлад, что меня делали. Я вообще не так многое комфортное, но задумал статус 1. Он русский выиграл, потому что у него много странных. И в сравнении с Старкратом первого, так что это не значит. И, как бы, особо его, можно сказать, не затянуло. Вообще, мой первый, ему больше нравится. Интересно. Почему выбрал расу Терронов как основную в начале карьеры? Мотте, Моне, Терроны, Твессея. Я занимался боксером, им юан-сонсером. Мой флейер был очень рад. В начале было имя корейское, но я не знаю этого игрока. Что он сказал? Какое имя? Тащий Ханбон Ирым. Лим Йохван. Боксер. 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 Ну, дальше уже понятно, ну, как бы, из-за боксера. Это, можно сказать, кумир, да? Непростое слово, я долго его вспоминал на русском. Тут понятно. Один момент. Уточняем, как будет кумир? Кумир. Да. Так, ну что, теперь надо спросить про русские стереотипы. Вот. Пьет ли он алкоголь? Давайте спросим. Сур или маща? Сур или водка? Сур или водка? Водка. Вы слышали? Он сам спросил. Чуть-чуть, да? Ну, вы слышите. Хорошо. Понравилось, нет? Не понравилось. А от СССР? Сур или водка? Да. Да. Пол чашки. Как измеряется? Ну, стопка. Не знаю. Ну, вот я спросил про Соджу или водка. Он сказал, что и то и то пьет очень мало, поэтому не так принципиально. Он не любит алкоголь, поэтому он пьет редко. Да, я понял. Окей. Так, что можно еще спросить такого интересного? Ну что, ты проиграл только что матч. И планирует ли он выиграть турнир? Я понял. Но, так как это еще не конец, то он до самого конца будет бороться. Ну, понятно. Что говоришь? По-русски. Я скажу сейчас, да. Я скажу. Это был бы конец. Я собирался. Я что хочу еще сказать. Ребята, он стримит постоянно, если что. Это сильный корейский прогеймер по первому StarCraft. Он постоянно стримит свои тренировки на своем канале на Africa TV, куда он сегодня стримил со своего смартфона для своих зрителей и болельщиков. Так что, если что, приходите туда смотреть, как он играет. Это действительно крутой игрок. Ну и напоследок спросим, знает ли он какие-то русские слова. КОНЕЦ ГОВОРИТ НА КОНЕЦ ВОТ Водка? Есть многое, что многое! Он служил, скромный. Го-го, русский язык. Ему нужно подумать, он хочет изучать русский язык, но пока кроме спасибо и водка... Ну и спасибо, водка, спасибо, вроде нормально. Как еще? Привет. Привет еще, окей. Матрешка, Балалайка. Какие-то данные? Я очень много рассказываю, поэтому я не знаю, что я не знаю. Ушанка? Шапку вспоминают или что? По жесту похоже. Я очень много рассказываю, что я не знаю, что я знаю, что я знаю. В общем, он не знаю, что он знает, что он сейчас отойдет, он вспомнит. Но сейчас он не может на интервью. Ладно, наверное, спасибо. Конечно, он не скажет. Он служивый человек, нормально. Спасибо за интервью. Скажи ему, что желаем ему удачи в том, что он нормально отыграл. Спасибо, что приехал. Будем надеяться, что Россия ему понравится. Россия. Что ты говоришь? Россия. Я люблю Россию. Я люблю Россию. Я могу перевести последнюю фразу. Спасибо, Женя.